Здравствуйте, меня зовут Виктория, и это канал Тайны Жизни 2. И сегодня у нас в гостях Владимир Кузнецов, нумеролог, основатель науки ВИТО-математика и обладатель российской премии 50+, которые вручают людям, создающим интересные проекты в зрелом возрасте. И сегодня у нас зрелая тема «Предназначение для людей после 50». Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо, что приглашаете на канал, мне очень приятно с вами общаться. Расскажите о причинах, почему так происходит, что люди после 50 выгорают и теряют интерес к жизни? Причина простая, выгорание. Во-первых, многие, как говорится, не жалея своего живота, значит, ну, образно, начинают, работают с утра до вечера, зарабатывают эти деньги, кто-то на квартиру, кто-то еще, кто-то на детей. И эти переживания складываются, да? Какие-то неудачи на работе могут быть или с детьми проблемы. Все это копится-копится до определенного предела. Ну, а потом уже как по зомбированию человек понимает, что там через 5-6 лет он уходит на пенсию, он уже начинает готовить себя такой... Мужчины готовят себя на пивной диван какой-то, да? Женщины готовят себя перехода воспитания внуков. Вот они уже себя зазомбировали. И, соответственно, понимают, что вот такая спокойная жизнь, вот такая размеренность, обыденность, вот этот день сурка каждый день, когда происходит. Вот так и притормаживаются все наши психологические моменты, да? Которые были стремлением, мы куда-то стремились, шли вперед. И здесь раз резко затормозились. И здесь получается такая ситуация, получается, как бы, ненужности, неопределенности у человека, да? Перестают звонить телефонные звонки по работе, да? Не надо никуда бежать, суетиться, и человек ощущает себя невостребованным, ненужным. А что такое востребованность? Востребованность, когда мы востребованы, это у нас какие-то задачи мы начинаем решать, какие-то дополнительные истории. Естественно, организм работает по-другому, да? Он начинает опять активироваться, активируется наша память, которую мы думаем, да? Уже меньше Альцгеймер к нам приходит, да? Активируется наше физическое тело, да? Оно затухает, да? Мы не двигаемся, как правило. Ну, я говорю о тех, кто перешел в эту историю, да? И организм, и мозги уже переходят в другое состояние. И вот это чувство востребованности, оно нужно всем необходимо, да? Когда мы востребованы, мы, еще раз повторюсь, мы, значит, кому-то нужны, мы куда-то стремимся, мы какие-то можем находить новые истории в нашей жизни, новые какие-то проекты делать, какой-то интерес проявлять. И поэтому это очень важно уже, как бы, выходя на пенсию, надо готовить себе какой-то плацдарм, где мы могли бы так же целенаправленно, не зря же говорится, что чело век, да? Чело живет век, сто лет, да? Это же не от нас пришло. И поэтому вот этот человек, который может легко работать до сто лет, ну, активно, вернее, вести активный образ жизни, быть интересным для себя, находить свои интересы, быть полезным другим, когда это вам необходимо, я подчеркиваю, да? Не так, чтобы вас гоняли с утра до вечера, как зайца по полю, да? А вот осознанно быть необходимым, ну, помогать другим, да? Быть востребованным. Вот это самая главная причина. Но там есть еще много всевозможных интересных вещей, которые мы сейчас с вами обсудим, разберем. Ну, основу вот в этом, как бы мы себя зомбируем, переходим, вот пенсия, вот я буду на даче, пока снег не выпадет, там это. А зимой приезжает человек, и вот всю зиму сидит, как сурок, в норке. И, значит, опять ждет лето, опять сейчас пойду на огород, вот я там все сделаю, там покрашу. Ну, это да, это имеет место быть, и я не говорю, что так не надо делать. Но это немножко примитивно, и поэтому нас это убивает. Безделие нас убивает. Да, такая грустная, грустная действительность. Владимир, а есть ли разница в том, как проживает это состояние перехода мужчины и женщины? Конечно, есть разница, да, в чем происходит ситуация. Когда мы в зрелом возрасте, вернее, воспитываем детей своих, мы отдаем это силу, а потом дети, они подрастают, создают свои семьи, и получается так, что они живут своим миром, да. И да, есть такие семьи, которые там каждый день, папа, мама там на телефоне, но я думаю, что процентов 80, ну, на мой взгляд, некоторые даже дети не звонят по полгода. Я не говорю, чтобы приехали в гости попроведывать, вот это, представляете? И тогда многие ощущают свою вот эту ненадобность, одиночество, потому что они были заняты работой, воспитанием детей, кому-то там повезет, их внуков будут давать на воспитание, и то, может быть, некоторые на субботу-воскресенье, чтобы, ну, как бы себя разгрузить, да, или дадут там на дачу, или куда-то на курорт съездить, но в основном люди становятся сразу отрезанные, то у них был, представляете, как правило, вот этот процесс созревания детей там до самостоятельного возраста идет там до, ну, 23-24 лет, и, как правило, все уже выбирают свой путь, уходят, то была у них забота о ком-то, переживание о ком-то, а этого нет, и им надо искать замену вот этого, это же целая жизнь, да, и вот эта, как бы, отрезанность, брошенность, они так считают, родители, да, и вот это психологически начинает прибивать, прибивать, а вот мы всю жизнь, мы старались, а они к нам так, и вот это, почему они к нам не приходят, ну, многие же тоже не понимают, значит, так уделяли время, значит, так воспитывали, а если посмотреть по виду математики, по расчетам виду математики, найти можно легко это объяснение, почему тот или иной ребенок, или почему тот иной родитель, так себя вел, да, и это объяснимо, легко можно объяснить, показать, рассказать, а что вы хотели, вот у вас вот такая была история, со своим ребенком, или детям можно сказать, ну, у вас такой папа, мама, были вот такие, что вам хотелось всегда вырваться из дома, да, но это же, это рассуждение о виду математики, это расчеты, которые, ну, легко показываю, и, пожалуйста, можете в школу прийти, посмотреть, научиться этому, и это мы находим тогда объяснение, что дальше делать, да, надо что-то изменять, изменять в себе, поменять свой, вот этот жизненный уклад, и тогда у нас открываются новые истории, появляются новые истории, новые прохождения, и тогда, может быть, той же бабушке не надо думать, я сейчас пойду внучку там, ну, многие есть нормальные бабушки, я сужу по своей бабушке, по Кларе, как она душит, там помочь, тут подсуетиться, там отправить, что-то это, ну, дай бог таких бабушек, как Клара, да, всем, вот, и, соответственно, вот это происходит замена, все равно, она, все равно, вот Клара, допустим, она в активной фазе находится, она много консультирует, мы много ездим, снимаемся в фильмах, пишем статьи, пишут, ну, то есть, мы такой активной, востребованной жизни, консультации людей, постоянно, да, какие-то друзья, знакомые, вот так вот, все вот прям идет кубарем, ну, кувырком, ну, не кувырком, а в постоянном движении, в постоянном движении, какие-то мероприятия, свадьбы, дни рождения, ну, приглашают в благодарность, да, ну, как-то поучаствовать с нами, и поэтому, я думаю, что вот наша жизнь, на нашем примере, она наполнена, то, что я из школы, я сейчас занимаюсь школой, да, и Клара помогает, участвует в этом процессе, это тоже интересный этап моей жизни, я бы никогда не думал, что я буду преподавать, но то образование, которое я получил раньше, там нас обучали педагоги, как правильно преподавать, как вести занятия, потому что я заканчивал, еще раз повторюсь, училище пожарное, да, и в их, приходя на работу, выходя, там надо было заниматься с личным составом, в день, ну, вот на дежурство приходили, это обязательно два занятия, надо было проводить, писать планы конспекты, все это проводить, приезжали проверяющие, смотрели, как написан план конспект, но вот это мне пригодилось, и на сегодняшний день, да, вот, вот это, вот этот момент, мне очень сильно помогает по жизни, да, и то, что у меня соратница такая, меня поддерживает очень сильно, да, хорошо, соответственно, вот это движение, оно идет у нас вперед, что там дальше будет, и что я там наметил, ну, нет проблем, у нас идет сейчас доказательная база, что витоматематика, это не какое-то там гадание, это не какая-то там мистика, просто я хочу элементарно показать, что это, это матрица, мы в этой матрице живем, да, что есть душа, есть создатель, есть Бог, кто эту матрицу написал, вот моя задача, показать всем, рассказать об этом, чтобы все задумались, какие-то правила, менять я не собираюсь, просто довести, чтобы всем было понятно, что это всего лишь игра, мы можем играть в нее, даже после 50, и даже после того, как наше физическое тело умирает, мы можем опять находить новое физическое тело, и опять играть в эту игру, и чем больше мы будем в состоянии, это все психологи говорят, но не до многих это, как бы, по-настоящему приходит, что все психологи говорят, оставайтесь ребенком, чем больше мы будем оставаться ребенка, а дети же, что они делают, они в основном играют, и вот в это состояние игры, если мы перейдем, да, и вот, допустим, у меня есть там курс, это 9 бриллиантов рейки, где я показываю, как надо переходить в это состояние ребенка, как многие крючки и вещи можно убирать, это нет проблем, и вот чем больше мы будем оставаться ребенком, больше будем играть, будет больше у нас эндорфина выделяться, это главный механизм, да, а не ходить буками такими насупленными, а вот они тут что-то там, ребят, ну, естественно, с этого негатива, и негатив будет приходить сюда, отсюда на наш, разрушать наш организм, и, конечно, там многие могут сказать, что, да, тебе там хорошо, ты сытый, обутый, там что-то еще, тут сидишь, умничаешь, но я всю жизнь работал, вот сколько я себя помню, я с малых лет уже научился зарабатывать, я знал, как это, да, вот какое-то материальное, дворцов у меня нет, загородных домов нет, и поэтому, да, я сыт, есть где жить, да, и есть время для развития своего, потому что, когда мы развиваемся, мы живем, вот именно это жизнь называется, вот, а это миг, всего лишь миг. хорошо, но ведь, вот мне 30 лет, и моих родителей, которым сейчас тоже уже 50+, их воспитывали так, что, ну, нужно быть полезным, нужно быть полезным обществу, да, и когда вы говорили о том, что человек начинает чувствовать себя неудел, да, и в это состояние погружается, как из этого состояния выйти, как вновь посмотреть на то, от чего ты хочешь, что бы вы могли посоветовать? хорошо, я даже на своем примере могу сказать так, что здесь в чем дело, каждый человек от рождения должен иметь свое, свое какое-то хобби, какое-то увлечение, когда-то мы занимались в детстве, кто-то рисовал, кто-то играл на музыкальных инструментах, кто-то стихи писал, сочинял, третьи поделки там даже из спичек, что-то вот такое, вот это занятие, оно все равно было, когда мы были в юном возрасте, маленькие, мы увлекались, и самое первое, с чего бы я рекомендовал, с чем заняться, это вспомнить, что нас увлекало в то время, когда мы были маленькие, когда на нас не шло воздействие извне, воздействие извне, этот человек родился, там родители начали воспитывать, потом пошел в детский сад, потом пошел в школу, после школы родители, если навязали еще институт, или на какой-то моде, пошли, значит, это, и вот везде мы попали под влияние кого-то, чего-либо, и этот мир влияет на нас, и рассказывая вам, даже вот здесь простая вещь, да, рассказывая вот, о чем мы сейчас беседуем, с другой стороны могу посмотреть, он говорит, а что он нас влияет, что он нам советует, да, вот, пожалуйста, вот влияние, мы проходим через влияние, и когда мы понимаем, что мы же когда-то умели делать, вот такие поделки, чем-то вышивали, там, что-то ораторским искусством занимались, и вот первое, что надо вспомнить свое, свою юность, детство, и понять, что нам нравилось, и вот через это, что нам нравилось, надо идти, прокладывать этот путь, а почему нам тогда не дали, давайте сейчас наверстаем, а что, все равно делать-то что, проснулся, поел, на диван лег, опять походил, ну, вот, и вот это, а самое главное, мы когда начинаем этим заниматься, у нас просыпается ребенок, мы меньше зашориваемся, меньше испугов, меньше сомнений, меньше каких-то, знаете, тупиковых ситуаций, а кто запрещает вот это сделать, да, вот эту юность, мечту юности, детства, почему вот эти байкеры, да, сейчас гоняют взрослые мужики, вроде бы, что тут, они гоняют, это же с детства, многие играют в хоккей, я тоже вот, хожу, играю в хоккей раз в неделю, да, но сейчас такой перерыв у меня получился, это мое детство, представляете, вот эта экипировка, которую раньше, я еще жил в Новосибирске, тогда там, фибровые щитки, и то надо было найти, коньки непонятно, что-то вот это мы лепили, сами шевали, а сегодня можно купить шикарнейшую форму, которая играет в НХЛ, КХЛ, да, это же, это прекрасно, взять хорошую клюшку, которая не разламывается, там, на куски, которые мы играли, там, деревянными, какими-то, непонятно, и вот это, знаете, когда вот, вот это ощущение, вот это у меня экипировку одеваешь, и вспоминаешь, то вот именно детское, когда мы на морозе, холодно, в 30 градусов гоняли эту шайбу, сегодня искусственные катки, пришел, одел, себя ощущил там грецкий, или там фетисовым славой, да, это клюшка хорошая, это катание, да, многое у меня подзабылось, но потихоньку, потихоньку я раскатался, все это вспоминать стал, и у меня ребята, куда я прихожу, а там такая команда, мы договорились, что они тренируются, я сам по себе катаюсь, там пошвыриваю поворотом, вот такое, и мы договорились так, что я им никому не мешаю, они по своему плану, они играют там в ночной лиге, там такие они вроде бы все, ну там от 25, наверное, до 45 лет, и когда я покатался, они посмотрели, подходит ко мне тренер, говорит, слушайте, а давайте с нами подключайтесь, вы подходите, вы будете играть, в состав идете, и я говорю, слушай, мой дорогой, мне 60 лет уже, куда мне за вами бегать, я говорю, просто вот, получите, я такое удовольствие, это вообще неописуемое, вот, он говорит, вам 60, я говорю, да, слушай, ну извини, я бы не сказал, я думал, там много меньше, да, я говорю, ну, к сожалению, я уже не готов бегать, зачем это насилие, там, вот я в свое удовольствие катаюсь, они говорят, ну зря, приходите к нам, если что, я говорю, нет, и там еще пару ребят, говорят, а что вы к нам не, давайте играть будем, в тройку, там, в пятерку, уже пора размещаться, когда я им тоже назвал свой возраст, они говорят, ну, на этом, это из моего детства, да, я тренировался раньше, в хоккей играл, в СКА Новосибирске, это у нас с Вячеславом Фетизовым, такие хорошие отношения, мы вспоминали, он чуть постарше меня, он играл чуть позже, ну, может быть, где-то, когда маленькие были, встречались на турнирах, ну, это же тогда было давно, и мы там вспоминали тренеров, и вот это ощущение, вот этого праздника, я не могу объяснить, что такое понедельник для меня в полдевятого вечера, да, я еду на стадион, вот я как пример привожу, да, или на примере вот таких ощущений, что такое сегодня мы занимаемся, вот я занимаюсь вот витоматематикой, да, у меня приходят ученики, да, они отучились, дальше куда им? А дальше происходит такое, я говорю, ребят, я своих не бросаю, у нас что происходит? Сейчас я создал клуб, клуб, где на сегодняшний день уже 20 членов клуба, потому что школа еще пока раскручивается, и вот 20 человек в клубе, и там я им сказал, ребят, давайте начнем, вы же взрослые, давайте начнем исследование, и вот сегодня начали уже писать 20 человек рефераты, я думаю, что на следующей неделе еще добавится человек 10, выпускники они заканчивают, и в клуб приходят, и мы начинаем писать вот такую работу, большую научную работу, которая, она интересная будет идти, допустим, берут на исследование, одна девушка взяла врачей, я говорю, слушайте, врачей очень много, надо же каждой профессии, все это, ну, чтобы показывать, что человек соответствует этой профессии, да, мы на примере известных людей, на примере известных личностей, вот проводим, задача стоит не менее 100 человек просчитать, вывести определенные там показатели есть, технический расклад, жизненный код, все это объединяется, такая научная работа большая идет, другой взял, попросил бандитов-преступников, парень, жуликов, пожалуйста, третья там попросила президентов, президентов, всех президентов, представляете, какая работа творческая, да, кто-то музыкантов, кто-то певцов, учителей, там, вот я сейчас полный список не помню, 20 человек уже пишут рефераты, представляете, а там возраст в основном идет после 40, наверное, вот так 50 есть, есть помоложе, а вот в основном где-то после 46, вот такой основной косяк в школе учится у нас, и представляете, для них как это интересно, для их на заседании клуба, там мы только говорим, а вот, 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 и все высказываются, они сейчас получили работу, причем это будет работа же не, один кот Кузнецов написал, нет, это работа будет реферат, и каждого написан реферат, это его работы, это будет выставляться у нас в клубе, это будет в школе, об этом говорится, и каждый, кто член клуба, может почитать эти работы, представляете, я по плану не меньше 50 работ сейчас, должны мы написать, потом все это обобщить, потом это все где-то разместить, все это там, а там еще идут планы, там более интересные, и вот, вот такая группа, которая создастся, понимаете, и она будет работать, вот какое увлечение у людей, да, интересное, новое появляется, потом через 5-6 лет, люди уже будут уверены, настолько вот в своей правоте слов, там, будут консультировать людей, будут что-то еще, это новый мир открывается, новый мир, это новое хобби, может быть не хобби, а промысел такой, да, и человек, который, выходя на песню, он скажет, слушайте, да мне есть чем заняться, у меня столько людей, где надо их консультировать, да, и вот это новое направление, вот, это у них меняться будет мир, я больше чем уверен, у меня же он поменялся, я когда 40-15 лет назад, это в 45-46 лет, начал этим заниматься, я тогда продал бизнес, и, ну, деньги были, а нечем было заняться, многие говорили, вот давай, я так выгорел, я очень сильно выгорел, естественно, как, как увлечение, как хобби, я начал заниматься нумерологией, вопросов было много, искал ответы, также просчитывал, как сейчас вот ребята будут рефераты писать, также просчитывал эти программы, там, спортсменов, там, всех-всех-всех-всех-всех, да, на основании вывел вот эту формулу, да, определенную, а сейчас мне наоборот будет приятно, когда это будет коллективный труд, не один Кузнецов, а 50-60-70-100 человек написали эти работы, мы их публикуем, это, это такое сообщество, да, получается, научное сообщество, которое дальше будет находить свои интересы, свои направления, дальше там в клубе, сейчас они научатся, учатся консультировать правильно, там будут еще экзамены, там будут еще тренинги, да, чтобы правильно излагать этот материал, представляете, какой мир открывается для этих людей, которые вроде бы на пенсии, у меня есть пожилая пара, одному 73, ей 71, казалось бы, да, и они с таким увлечением изучают, потому что они же мне сдают экзамены, каждый, кто проходит ступеньки, я потом собеседование с ними, беседую, есть учебный отдел, который поправляет, где-то ошибки, там пишут ответы сразу, вот, и поэтому вот в таком возрасте у них глаза горят, говорят, ох мы сейчас, ох, вот какая интересная мысль, какая идея, да, и вот казалось бы, простая вот такая история, которую я вам рассказываю, то, что я делаю, естественно, я тоже понимаю вот этот кризис, вот этого возраста, да, потому что, когда я выгорел, я не знал, чем заниматься, не знал, деньги все есть, а вот во-первых, а усталость бы, это уже неинтересно, как бизнес, да, стал мне как вариант, да, ну каким-то консультантом я там выступал, там, помогал две фирмы организовать в таком же направлении в бизнесе, ну, это, ну, это нормально, мне платили деньги, я был такой фрилансер, да, приезжал, да, вот здесь вот так надо здесь разместить, вот это надо закупить, потому что опыт большой был в бизнесе, и поэтому это все так как бы, а вот новое найти, вот как пример мой, да, это тоже интересно, да, любое направление, которое особенно с детства, по номеру, по витам математике, можно рассчитать, какое предназначение, самые часто задаваемые вопросы, у меня на удивление, я делаю бесплатные такие консультации, там, два-три раза в неделю, по времени, часовые, вот, и самый частый вопрос задаваемый, после того, как, когда я выйду замуж, когда дети родятся, да, ну вопрос там еще такой, как правило, там карьеры, а вот на четвертом месте идет вопрос, расскажите мое предназначение, и когда я смотрю, человек задает, которому 50 лет, и больше 50 лет предназначения, и для меня это такой звоночек, такой всегда, я думаю, надо что-то, вот это интересно, надо вот этим заняться, потому что много людей страдает, не могут себя найти, вот, и поэтому здесь же необязательно, что я-то рассказываю на своем примере, витоматематика, да, это можно, это этим можно заниматься, это онлайн-консультация, это можешь писать любые работы, это тебе понимание, как воспитывать внуков, дети, дети почему так ведут, там подсказки, 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 и если будет такая у меня армия, там большая, там через год, я планирую, ну, не буду вслух называть, какое количество, представляете, столько людей будут именно, заряжены, правильно заряжены, правильно обучены, правильно будут рассказывать, ну, я за весь мир не буду говорить, сам человек станет лучше, если он стал лучше, он будет окружение делать лучше себя, да, или те же, вот эти 9 бриллиантов рейки, о которых мы говорим уже, там уникальная, там уникальная программа, я задам вопрос каждому, кто сейчас нас слушает, сколько раз вы в день смеетесь, и все скажут, да я смею, начинаешь, не больше 30 раз, как правило, есть хохотушки, хохотуны, они правильно себя ведут, у них правильно поставлено, потому что, как правило, вот рыба, они хохотуны, им надо, человек праздник, и они так себя ведут, ну, как воспитать вот эту историю в себе, да, и вот эти 9 бриллиантов рейки, там такая работа, нарабатываем, вы же участвуете в этом проекте со мной, правильно, вот, только вы еще там, ну, еще вам ступеньки надо пройти, но это же здорово, это же интересно, причем, там же, также, при 9 ступенек рейки, там создается клуб, тоже, раз в неделю все будут собираться, писать отсчеты, вместе там и хохотать, и что-то еще, это вот такие группы будут создаваться, которые будут делиться своим опытом, рассказывать о себе, причем они дальше могут, имеют право потом обучать, также других людей, создавать свои команды, создавать вот это, представляете, как здорово, что такое, каждый, я так скажу, в 7 утра, пожалуйста, есть группа, которая весь мир, потому что проект этот очень мощный, да, весь мир начинает хохотать, там, со многих стран все собираются, заходите в зум, да, и начинаете со всеми смеяться, это весь мир смеется, это же, это большое счастье, причем, когда мы смеемся с утра, мы когда смеемся, у нас поджелудочная начинает работать, вибрация поджелудочная идет, да, и уже разгон организма пошел, я даже физиологически это рассказываю, что вот это вот так работает, вот этот эндорфин, он начинает выделяться, организм начинает включаться, потому что поджелудочная, это своего рода распределитель, там, витаминов, там, кровь, все, вот эта разгонка идет, и вот с утра, если вы похохотали, это размяли поджелудочную, организм начал работать, но это в двух словах, да, и вот эти все проекты, которые, ну, в частности, мы делаем, в школе, да, они предусмотрены, но вот именно, не то, что на узкий круг, да, вот, вот я нашел вот это направление, и мне было бы здорово, когда люди после 50, там, 60 лет, вот именно были уверены в себе, занимались своим делом, по нумерологии можно посчитать и сказать, в ком-то спит художник, в ком-то поэт, кто-то певец, третий там, вот именно, вот то, что рейки мы говорим, да, это цели, 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 лечение людей руками, да, если вы знаете еще нумерологию, немножко узнали психологию, пожалуйста, готовый психоаналитик, который может спокойно, к нему будут приходить за советом, он будет все спокойно рассказывать, разбирать эту ситуацию, и человек поймет, где этот крючок, который ему не дает жить, как его убрать, как с этим справиться, это мощно, потому что, еще раз повторюсь, это не значит, что мы с утра встали, приняли душ, одели чистую одежду, там, покушали, вот мы в порядке, сели в дорогую машину, я не против дорогих машин, я не против роскошных домов, и мы считаем, вот вся жизнь удалась, но на самом деле, нашим телом, это не я говорю, это много учений, нашим телом правит душа, а духовными практиками, мы не занимаемся, не так часто, кому повезло, кому не повезло, духовные практики, не занимаемся, душа устает, пачкается, назовем это так, она не работает, организм не работает, и вот это увядание, вот это выгорание, оно как раз, и вот делает нашу жизнь короче, делает ее, нашу жизнь, такой мерзкой, все говорят, вот мы живем в аду, вот здесь тюрьма, это имеет право место быть, многие на эту тему рассуждают, что мы тут делаем, да, а кто правильно себя ведет, да он будет говорить, да такая жизнь прекрасная, да, бывают там спадники какие-то, но эти люди проще преодолевают, вот эти моменты, им проще, ну тут посмеялся, там ровненько в позу встал, мысль пришла дурацкая, взял резиночку, хлопнул, опа, оп, что такое, да, вы знаете, я почему вам и говорю, да, и все, и мы себя поправляем, поправляем, там есть интересные тренинги, там можно надиктовывать себе, мы рассказываем, как это правильно делать, надиктовал, с утра поехал, там пошел куда-то, и ты свои мысли слышишь, что ты хочешь делать, это много говорится об этом, ну это же надо делать, кто этому научит, да, кто это потом будет, ну не то что контролировать, вот этот опыт обобщать, и тогда жизнь другая становится, другие краски, и мы переходим уже, мы назовем это, в духовную составляющую, потому что, вы знаете, у Гёте, я люблю Гёте очень, у него есть такие строчки, было время для любви, осталась вечность для молитвы, и, представляете, это такой смысл интересный, да, и здесь, когда мы, находя вот это второе дыхание, после 50, да, идем вот этим путем нормальным, да, развиваемся, да, не так, и будет и не скучно, будет интересно, выгорания не будет, и будет движение, почему там весь Китай с утра выходит на ушу, да, там, Китай, Япония, все они с утра гимнастику делают, было в СССР такое, на всех предприятиях с утра приходили, производственная гимнастика была, это один из механизмов, ну, это немножко там, другой направл, но все равно, это то же самое, вот это движение, а когда ты лежишь, когда тебе, тебе никто, друзья уже не звонят по работе, где-то там кто-то, что-то, потом процесс такой, мы не все вечные, уходят друзья, подруги, да, и вот, надо же как-то цепляться, да, дети там, ну, в лучшем случае, позвонили раз в неделю, может, две, приехать им сложно, вот в вашем примере, вы же далеко живете, да? Ну, я всегда на связи, я всегда звоню. Нет, а как состояние родителей, да, представляете, да, вот вам, ваш пример, пожалуйста, вот я вам придаю этот урок, да, и говорю, ну, как, они же там, а как, у вас же своя жизнь, вам надо, ну, вы сами реализовываетесь сегодня, да, вам нужно сама реализоваться, там, ребятишек родить, воспитывать, там, муж, да, создавать какие-то интересные проекты, которые вам именно интересны, вот вы сейчас общаетесь со мной, знаете, что-то новое, да, доносите с помощью ваших знаний, моих, мы доносим до людей интересно, это же интересно, это здорово, мы себя именно чувствуем востребованными. Друзья, если вы хотите узнать секрет, цифр и как с их помощью можно изменить свою жизнь, регистрируйтесь на бесплатную неделю ВИТО математики. Что вас ждет? Вводный урок знакомства, расчет счастливой цифры удачи, ВИТО калькулятор, с помощью которого вы сможете рассчитать свой психологический портрет, урок о том, как можно составить мандалу души, и финальный вебинар, прямой эфир с ответами на ваши вопросы. Если вы будете выполнять задание в срок, то получите подарки. Самое время начать, ссылка в описании под этим видео. Вы очень вдохновляетесь своим примером. Я бы хотела спросить у вас о том, как вы поддерживаете вот эту энергичность, потому что вы светитесь изнутри. И если вспомнить примеры, когда внуки наблюдают вот эту картину, что там дедушка или бабушка сидят дома, смотрят сериалы, и когда предлагают что-то сделать, говорят, ну, было бы здоровье. Так в итоге было бы желание? Было бы желание, как раз в этом вопрос, да. Вот если брать по витаматематике, из меня не должен был получиться спортсмен, да, профессиональный. Но в силу того, что у меня не было энергетики, а где-то подсознание, слабая энергетика есть, да, где-то подсознание, когда я выходил на улицу, я больше там на улице носился, там потом уже спорт пошел. Я понимал, что это мне дает энергию. Не понимал, неосознанно, да. Когда я двигался, мне было комфортно, хорошо. И поэтому это вот первое, да, вот энергетику я через спорт прошел, да, к примеру. И на сегодняшний день самая большая беда – это наша лень, я так могу вам сказать. Даже как профессиональный спортсмен, где-то, наверное, когда я закончил, и мне так это вот эта штанга. Там же спорт – это такой труд. Ты только когда на пьедестал становишься, вот эти мгновения, а дальше-то что? До этого было. Там, да, это… И когда вот это ты понимаешь, и к чему я хочу сказать. И вот это лень, да, вот уже напахался, как говорится, где-то какие-то травмы, да, где-то что-то еще. Но сегодня такой у меня процесс идет, я себя заставляю. Я живу сейчас, ну, в таких условиях, более-менее комфортных. Неплохая квартира у нас в Турции. И там, там, во-первых, тепло. И я себе поставил задачу. Я не меньше 12 тысяч шагов хожу, у меня там есть маршрут в гору. Такой сложный вопрос там, маршрут, там старая крепость. Да, иногда идешь, бурчишься, чем я, может быть, закончить. А я себя наказываю сразу, когда такие мысли приходят. Ну, вот давай пораньше свернем. Я себе еще прибавляю расстояние. Вот так. Ах ты, слюнчай. Ну-ка, вот все, тебя наказал я. И иду уже дальше, чем… Да, вот такое. Не, а как надо себя мыслить, чтобы дурацкие-то не приходили, если они тебе приходят, знаешь, что ты будешь наказан, ну, не наказан, а чтобы они не были, да. Вот такой механизм включаю. Когда вот сейчас купаться можно будет? Ну, сейчас можно купаться, но вода прохладная, потому что я плыву не меньше километра за один раз. И, как правило, водичка сейчас потеплеет. Я утром проплываю километр. Ну, казалось бы, вроде бы, много километров. Да нет, немного. Это 30 минут плывешь. 30 минут. Выходишь, обратный пешочком вернулся, где разделся, да. И, ну, нормально. Иногда получается два раза в день. Тоже в зависимости от занятости, потому что я тоже дома не сижу. Мне все друзья пишут, ну, как ты там отдыхаешь? Ну, все же понимают, что в ту... Какой отдыхаешь? Я вот с 10, там, с 9 утра начинаю какую-то рабочую деятельность свою. Потому что школа надо... Постоянно какие-то вопросы. Что-то надо подделать, что-то подрихтовать. Помимо того прочего же... Ну, вот, ну, весь со всего мира обращается по консультации. У каждого разница во времени. Какой-то что-то еще, да. Ну, и потом же... Ну, дураков работа любит, да. Ну, я начал писать стихи. Какие-то интересные истории у меня с местными жителями появляются, да. И вот в каком-то таком ритме, в нормальном тружусь. И вот себя надо тоже заставлять. Лень – это великая штука такая. И поэтому то, что вот мы сейчас беседуем с вами на эту тему, даже когда-то кто-то вышивал когда-то, да. Ну, это же нравилось. Здесь надо приложить труд. Потом втянуться, втянуться, поставить какую-то не цель, а поставить какую-то задачу, которая бы реально могла бы вам приносить удовольствие. Там участвовать в выставке, районной выставке какой-то, да. Участвовать в конкурсе каких-то там еще, да. И потом с этим ростом идет, у нас идет, нарабатывается история. Мы уже становимся, о нас начали писать. Вот, в частности, вот это 50+, за что мне дали эту премию 50+. Да, там дали денежки, не скажу сколько, но немного, нормально. Там дали палочки для ходьбы. Там что-то еще надарили, там что-то, я сейчас не помню. Это очень было приятно. И когда зал, там, большой зал, тысячи три народа было много, и когда тебя, меня наградили, там награда была такая, бизнес, бизнес. Я сделал духи по дате рождения, духи по дате рождения. Сделал эту франшизу, создал, это большая работа была, а это мне было уже 57, нет, 56 где-то лет, да. И вот я создал эту франшизу, разработал духи по дате рождения. Вот это интересный проект, это как бизнес-проект, который я в свои, там, 50 с лишним лет сделал новый бизнес, новую, новую, ну, прежде всего, это научное открытие, потом сделал, значит, эксперимент научный, когда духи продавались, и никто не отказался, 600 флаконов было продано, представляете. Это уже, это интересно, да. И когда узнали, что вот есть такой человек, ну, там у меня были знакомые, которые узнали об этом, и они говорят, Владимир, так это, давай к нам, ты что, ты же создал такую интересную тему, ты к нам подходишь, ты как пример, вот ты же уже давно, ну, не то, что там не работаешь, ледопись, я постоянно все равно что-то делаю, вот, и давай, давай мы тебя, ну, как бы наградим, я говорю, ну, давайте, если вы считаете так, и вот так я получил премию, то есть это за научное открытие там получилось, и бизнес-проект, который я сделал франшизу, каждый может купить эту франшизу, пожалуйста, открывайте небольшой магазинчик, или уже, если у вас есть магазин парфюмерии, потому что духов, которые композиции составляются, больше 30 миллионов вариантов, больше 30 миллионов вариантов, и там сконструирована была специальная машинка, которая разливает, там точность должна быть до сотых грамма, там такая работа, я саму машинку у меня, кто конструкторы делали, они говорят, это невозможно, я говорю, давайте будем вместе думать, все сделали, сейчас машинка великолепна, уже сейчас третье поколение машинки я сделал, ну, надеюсь, что это будет уже, ну, не Rolls-Royce, но во всяком случае, Mercedes своего рода, там сложно, там из 18 компонентов все составляется, там, и вот, 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 казалось бы, да, ну, не буду кривить душой, до руки опускались, до денег не хватало, что помогало тогда, ну, помогало, что помогало, мой жизненный опыт в спорте, последним никогда не был и не буду, мой жизненный опыт в бизнесе, что только, вот так надо, что, что это, ну, конечно, этот весь опыт, и он мне помогал, да, как организовать вот этот бизнес-процесс, как с кем договориться, как что, даже, какие с кем договора заключить, как, ну, изловчиться, чтобы поменьше, там, где-то денег заплатить, где-то, вот это вот, все вместе, оно вот вместе все и объединило, да, показало мне, что, да, это реально, если бы человек, который не был в бизнесе, да, не из бизнеса пришел, там, не из спорта, конечно, ему было бы намного труднее это создавать, это же постоянно вот такое, вот что-то поехать во Францию, заказать ароматы, которые именно подходят тебе, там, много, много интересных моментов, и что такое-то, представляете, это каким надо быть, ну, поехать во Францию, заказать специально эти ароматы, рассуждать, говорить, найти где-то тех людей, кто конструктора, найти, сделать дизайн, там, коробок, бутылочки, там, где-то, это, это такой объем работы, который, да, ну, без опыта, без такого, да, ну, конечно, а у меня, у меня в свое время работало в компании 200 человек, представляете, такая нагрузка, да, они же мне все были, ну, как родные, я их всех знал по именам, по, вот, это, это большой опыт руководителя, показать своим примером, ну, вот этот запал еще, задор остался, вот так это все, нет, отрезка, и там я про мандалы, мы говорили, которые делаю мандалы, музыку пишу, это тоже, это было, но никто этого в мире не делает, никто, ну, вот, и ты делаешь, идешь первым, да, и вот этот, как это, корабль плывет, когда, да, он разрезает волны, а потом в кельватор там пристраиваются другие лодки, ну, ну, это так, так и будет выглядеть, любой человек, который, что-то делает, вы знаете, в науке, как происходит ситуация, в частности, мы говорим сейчас о советом математике, и примерах, сначала говорят так, что-то новое, этого не может быть, проходит какой-то период, начинают говорить, да, в этом что-то есть, проходит еще время, люди говорят, а кто же это не знал, ну, что он там тут, кто это не знал, да, вот так, это все поступательная такая тема, она идет, переходит, идет, переходит, и ставить какую-то цель в жизни, я думаю, смешно, это неправильно, потому что, когда ты доходишь до этой цели, у меня было уже, ну, такие были случаи, вот ты пришел, стал чемпионом страны, опа, а ты дальше чего, понимаете, в чем я, все, ты выполнил, тебе уже неинтересно. И что в этот момент вы рекомендуете делать, когда цель достигнута? Не надо ставить цели, надо получать от созданного удовольствия, вот ты сделал красивый там, да, из картонки там что-то вырезал, где-то что, ой, как красиво, как прекрасно, к тебе люди приходят, говорят, ой, как здорово, подари, подари, ты отдавая вот это людям сделанное свое, да, ты им даешь, они тебе энергия, восторг, ой, как здорово, ой, как, пошла энергия, пошла энергетика в тебя, пошла, его энергетика, ты ее не вампирил на скандале, на конфликте, есть, которые энергию вот так грязно получают, устроят конфликты в магазинах, ругаются, они получают вот это энергетики, поэтому происходят вот эти, как правило, люди, кто конфликтные, они вампиры, энергетические, полярные, а когда ты вот это подарил, и людям отдаешь, они говорят, ой, как здорово, как прекрасно, слушай, на тебе взамен, вот это, на тебе нравится, возьми, вы же сами делали, и сделайте еще, ну, там не говорится, там, о каких-то там, дорогих каких-то изделиях, за которые надо заплатить, да, ну, вот, и потом не надо стесняться брать за свою работу деньги, ну, ты сделал, ну, ты же потратил, даже сегодня придешь булочку маленькую, да, в магазине, тебе бесплатно никто не даст, и те знания, которые, ну, передают многие люди, да, ну, их тоже как-то, он же дает свою энергию каждому, а в виде денег получает в ответную энергию, или в виде какой-то там услуги, или многие поражаются, я много денег сэкономил, в том плане, когда создавал все эти истории, мне очень много людей помогает, просто так, бесплатно, ну, не бесплатно, да, я его проконсультировал, там что-то, это, это, я говорю, слушай, вот ты же такой мощный компьютерщик, мне надо сайт продвинуть, помоги, он говорит, да, помогу, сделаю, я говорю, сколько тебе денег, да ты что, я тебе, ну, сейчас все, и там работа, когда начинаешь это все смотреть, да, и консультируешься, а приличных денег стоит, или какие-то, ну, много таких историй, которые, ну, люди просто говорят, ну, слушай, ну, ты же мне вот, и я тебе вот, на, возьми, да, ну, использую, да, использую эту ситуацию, я не стесняюсь, говорю, да, здорово, классно, сейчас, какой я молодец, они вообще молодцы, и вот, вот это, и вот когда, вот это работает, да, вот это работает, я почему говорю, что, прежде всего, надо измениться самому, когда у тебя будет здесь в порядке, здесь в порядке, и гармония будет, тогда ты можешь, и других менять, что ли, или окружение свое подбирать, вот эту зону комфортности, про которую я постоянно говорю, ну, будьте в зоне комфорта, будьте в зоне комфорта, будьте, играйте в эту игру, и, ну, слушайте, ну, кто-то может сказать по-другому, кто-то может там в отзывах, в комментариях напишет, что она там мелет, ну, вы попробуйте сначала, да, попробуйте вот эту игру поиграть, она не состоит в жизни, а, моего соседа, там, коровы, надо ее там отравить, или забор полон, ну, какая-то энергия, энергия враждебности, какой-то, ну, неполноценности, вы же неполноценный человек получаетесь, да, а тот же сосед что-то старался, сделал, а ему раз, и изгадили, вот тот получает это удовольствие, а сосед, который мудрый, скажет, да, ну, идиоты, еще на них обижаться, или переехать надо отсюда, или я сейчас в милицию напишу, вот милиция, она карательная, пускай на них и негатив изливает, да, ну, как пример, правильное решение, а когда тот берет виллы, на того соседа пошел, и пошел конфликт, и потом получается Ромео и Джульетта, да, и там даже уже никто не помнит, кого там Иванов, Сидорова наказал, за что там уже, или те же там, Гулливер, да, с какого, с какой стороны яичко чистить, с острого или с плоского, да, а так они воевали всю жизнь, да. Владимир, я вас благодарю за вдохновение, хочу попросить вас пожелать нашим зрителям что-то, что вы могли бы, возможно, пожелать себе тогда, когда после 50, ну, вы тоже чувствовали вот этот переход. Я всем желаю комфортности, комфортности в жизни, она достигается элементарно просто, элементарно просто, эта комфортность достигается. А, не завидуйте, Б, не крадите, то есть все простые заповеди, которые нам уже изложили, излагают все религии, все учения, да, и самое главное, конечно, надо, берегите своих близких, как-то с ними, будьте, знаете, что не надо жалеть, надо сострадать к ним, не надо за них ни на кого делать, потому что многие сядут и ножки свесат, а потом говорят, я родственник, то есть, так вот надо в мягкой форме, почему я родственников затронул, потому что иногда бывают такие вопросы, и они иногда на меня обижаются, потом проходит какое-то время, и, ну, пример, там мне позвонил мой брат, говорит, Володька, выручай, дай мне 5000 рублей, мне надо поехать на рыбалку, а этому моему брату двоюродному, 54 года, я говорю, слушай, мой родной, ты, у тебя пенсии есть, ты где-то подрабатываешь там в охране, но он в отставке раньше служил, я говорю, ты взрослый мужик, как так, ты собрался ехать на рыбалку, пойми, мне не жалко этих 5000, я знаю, а, ты мне не отдашь их, б, найди сам, обиделся, обиделся, ну, что тебе, я говорю, нет, принцип, говорю, простой, ну, все же живы, здоровы, не дай бог, кто, конечно, ты же знаешь, это там родственники у меня в Новосибирске, ты знаешь, у кого-то что-то там беда, я всегда и на лекарства помогаю, и там где-то за кого-то надо замолвить слово, по работе где-то еще, да, ну, извините, как, вы же не надо, вы не, ну, вы определяете, хочешь на рыбалку, иди заработай, а, тебе надо 5000, ну, сходи на речку опи, а не езжай, куда-то там, куда-то вы собрались, да, решай по мере поступления, вот, вот здесь моменты, да, и поэтому я всем хочу пожелать именно здоровья, счастья, оно приходит, мы уже на эту тему поговорили, и оставайтесь в зоне комфорта, улыбайтесь побольше, не обращайте внимания, вы сейчас скажете, легко сказать, ну, немножко попробуйте кого-то отсечь из своей жизни, убрать их, тем более ни родственников, ни там, родственники на сегодняшний день, я не буду там озвучивать, но это, как правило, это твоя муж и жена, твой муж и жена, или, ну, по очереди, это твои дети, это твои родители, близких родственников, извините меня вот за такую фразу, их нет больше других, а зачем вам вот этот ворох рюкзаков, который вы тащите за других, решаете, потому что по витаматематике легко, это видно, показано, и спасибо вам большое, что пригласили на эту программу, послушайте, зайдите, у меня много на сайте фильмов интересных, на сайте, на своем моем канале YouTube, в школу придите, посмотрите, там есть бесплатные уроки, посмотрите, если это ваше, то это ваше, вот это увлечение сначала, оно потом перерастет в вашу пенсионную работу, новую, то есть вы устроите себе новую историю, ну вот так, на такой волне я хочу пожелать, я прошел этот опыт, да, может быть вам покажется, что я вам что-то продаю, пытаюсь вас там, вам что-то навязать, продать, но извините, я еще раз повторюсь, булочку сегодня не продашь, у меня в штате 10 человек, я плачу большие деньги за IT, за то, за все, вот даже фильмы сегодня снимаем, извините, будем честны, да, я заплачиваю эти деньги за этот фильм, чтобы до вас довести, поэтому мне на данном этапе, мне не стыдно говорить, да, мой курс стоит денег, ну и что, ну можете обойтись без этого, живите дальше так, как вам понравится, всем спасибо большое, что были, посмотрели мои передачи, нашу передачу вместе, успехов большое, побольше улыбок и радости, всем привет. Мы приглашаем вас на бесплатную пробную неделю с проектом Витаматематика. Семь дней, ряд заданий по 10-15 минут каждое и сутки на их выполнение. Это обучение для вас, если вы чувствуете, что пришло время разобраться, о чего же на самом деле хотите вы и как начать действовать в направлении своих истинных желаний. За счет проверенных и действенных методов вы еще больше узнаете о том, кто вы, как действуете в различных ситуациях и как усилить удачу, данную вам природой. Мы начинаем уже сейчас. Ссылка в описании к этому видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова